так здравствуйте дорогие друзья цав глава цав храмовый дежертвенник вернемся к нему предположим что каждая семья вот представьте себе приносила в жертву один раз в месяц всего хотя было больше это означает что ежедневно на жертвеннике примерно проходило через жертвенник 20 тысяч туш при этом что дрова под ними всего два раза 2 полинет 22 таких ставили бревнышка 20 тысяч туш и 2 и несколько бревнышек понятие то есть все что было в храме это было вот как бы иллюзия того что это как в жизни все происходит нам кажется что мы сами ловим сами веду достаем сами это все на самом деле все это создается так чтобы но мы видели как будто сами на самом деле все это иллюзия все чудо вся жизнь наше чудо и в жертвенник был чудо и в храме все было чудо и всем было понятно что огонь поддерживается под жертвенником чудесным образом исключительно волей всевышнего однако творец хотел чтобы в этом мире все было неявным чтобы все равно кто-то мог выйти сказать да ну я видел там так и в нашей жизни все кругом посмотри кругом одни чудеса мы обратите внимание вот еврейское слово жертвоприношение существительное карбанда и глагол леха кривда приходить подносить поближе то есть как бы вот имя бога который употребляется в связи с жертвоприношениями ашем да это связано с мышь бога знаем только по понятиям ну вот он там любовь милосердие вот это имя связано с этим между тем как имя элаким к правосудие всего почти никогда могу сказать точнее во всей книге во экран слова элаким связано с правосудием встречается пять раз и то не в связи с народом израиля слово ашем встречается 209 раз то есть тот кто создал мир знает что почему-то вот именно эти жертвоприношения они показывали любовь бога к людям а то что там чудо это или не чудо все еще не обязаны же часто демонстрировать свои возможности перед теми кто не хочет даже подумать двумя своими извилинами или тремя на протяжении поколения на протяжении каждой жизни происходят тысячи всяких вещей и чудес скрытых надо посмотреть написано что мы приходим в этот мир не по своей воле не по своей воле уходим из него не распоряжаешься не распоряжаемся своей жизнью там наша жизнь в руках творца но поступки мы совершаем сами и и будем отвечать за никто же сами и когда что-то не так мы делаем это лишает нас снова существования в этом мире и этот мир начинает подтачиваться и вот всякое вот это нарушение правил поведения которые установлены богом она разрывает какой-то мере контракт с богом как бы это плохо не звучало а такой невидимый контракт есть у каждого человека вот и чтобы это просто понимали от нас требуется и правильно использовать свои возможности возможности этого мира на благо себе на благо окружающего мира то что нам дано отказ выполнять этот контракт это отказ от жизни как будто бы написано злодеи удаляют себя из мира что это такое каждая что-то дело не так мы кусочек какой-то удаляем из мира но что бог сказал уже никого не было но бог в великое милосердие оставляет нам возможность всегда вернуться став на путь раскаяния то что называется тшуа почему об этом говорится мы можем вернуться к богу и восстановить себя с ним за одну минуту которая еще больше чем когда-то было для этого что надо для этого надо простые вещи усваивать первую очередь надо что-то давать надо надо делиться с этим миром обратите внимание мертвое море в него впадает все казалось бы оно должно вообще разлиться нет совсем небольшое еще не живет никто кто не дает тот мертвый я рассказывал про франкла великого психиатра современности и он всегда говорил что вопрос чему я чего я хочу от жизни всегда ведет к обретению смысла надо задать вопрос точнее не всегда ведь неправильно я сказал сопутаю вас и себя надо задавать другой вопрос чего хочет жизнь от меня когда я спрашиваю что мне надо это не разговор каждый из нас уникален по своим способностям по своему умению по своему особому какому-то таланту по своим жизненным обстоятельствам он родился в определенном месте там связывательно для каждого существует задача которую никто кроме каждого из нас не сможет выполнить это не значит что кто-то лучше другого нет просто задачи у нас разные существует такая частица света которая можешь спасти только ты существует какое-то доброе дело на земле которое запланировано у бога который можешь сделать только ты какую-то улыбку кому-то подарить одобрит кого-то которая может делать только ты вот вот что писал франкл он писал что жизнь есть задача религиозный человек отличается от нерелигиозного переживанием своего существования не просто как задачи но еще и как миссии то есть мы еще и осознаем что призван в этот мир неким источником и тысячи лет этот источник называют богом вот и все иногда написано человек может пережить отчаяние думая себе вообще негодяй ни на что там и так далее вот это вот то что мы сейчас говорили учит нас другому если у кого-то есть сильная воля добиться чего-то он обязательно найдет выход бог поможет протянет руку на заложена способность преодолеть любые границы и покорять непокоренные вершины надо только собраться брахавая от слаха веры в себя будут будут